Здравствуйте! В эфире телеканала Итон ТВ, программа «Черным по белому». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Государство Израиль задумывалось от сами основателями, как государство, в общем-то, социалистическое. И они совершенно искренне пытались строить социалистическое общество, во многом копируя опыт Советского Союза. Почему же все-таки в Израиле так и не построили социализм? С этим вопросом я обращаюсь к политтехнологу, историку Давиду Идельману. Давид, добрый вечер! Добрый вечер! Еще наподчеркнем, что сейчас мы говорим в преддверии праймера из партии «Авода», когда по всем опросам эта партия «Авода» – это работа, в переводе с иврита, «Израильская рабочая партия не преодолевает электоральный барьер». Давайте напомним, что эта партия… Знаете, бывает так, что вот есть страна, и в стране возникают партии. А если мы говорим о рабочей партии, то это партия, которая создала страну. Причем создала по собственному образу и подобию. И ее название «Рабочая партия», оно, понятное дело, отсылает нас к началу прошлого века и к появлению многих рабочих партий в самых разных странах мира. Они иногда имели другие названия, там, допустим, «Рабочая социал-демократическая партия», «Российская партия», «РСДРП». Она могла быть там рабочая национал-социалистическая партия Германии, да. Я в данном случае не сравниваю ни в коей мере ни с той, ни с другой. Обе достаточно ужасные. Но, причем немецкая, понятно, ужаснее российской, чтобы опять-таки наши зрители не возмущались. Но «Рабочая» в названии партии, это было очень модно. И это делали к себе все, и кто это действительно идеологически заслуживал. И те, кто просто следовали, ну, таким требованиям моды или пытались забрать чужие голоса. Так вот, «Израильская рабочая партия» – это партия, которая создала страну, создала по собственному образу и подобию. И можно сказать, что практически все хорошее, что есть в этой стране, это с родимыми пятнами партия «Вода». И все плохое, что есть в этой стране, это тоже наследует этому рабочему движению «Израиль». Так получается, дедушка Ленин был прав, капитализм несет только беды, а вот социализм, или, как говорил Горький колхоз, дело хорошее, удобряю. Ведь кибуцы, которые придумали в «Израиле», собственно, скопировав колхозный опыт Советского Союза, «Прижились», и не просто «Прижились», но и существуют до сих пор. Правда, сейчас многие из них в плачевном состоянии. Смотрите, можно сказать только одно точно, что «Израиль», ну, социализм – это, кроме всего прочего, очень хорошая форма мобилизации ресурсов. Когда количество ресурсов ограничено, а цели, ну, что называется, неподъемные, то социализм с этим обычно справляется лучше, чем капитализм. За счет рабского подневольного труда, да? За счет мобилизации ресурсов, за счет идеологии, за счет веры, за счет коллективизма, за счет меньшего распределения благ. Как-то можно перечислить целые десятки других вещей. Опять-таки, посмотрите на Китай, который умудряется именно за счет мобилизации ресурсов решать многие задачи с тем же коронавирусом, да? Мы можем сказать, ну, Китай – это талитарная страна. Да, конечно, Китай – это талитарная страна, но в талитарной стране есть свои преимущества, которые мне лично не перевешивают это достоинство западного общества. Так вот, Израиль вряд ли был бы создан, если бы Израиль изначально был бы вот таким капиталистическим, индивидуалистским проектом. И в этом отношении рабочее движение было, конечно, более право, чем его оппоненты, включая, ну, величайшего там лидера правого движения – Жапатинского. Жапатинский видел это с одной стороны, а Жапатинский, конечно, красиво возражал, он говорил, что у нас должна быть «хаднес», одно знамя, одно знамя. И давайте сначала выдвинем общую цель. Наша общая цель – это создание государства. А уже потом, когда мы создадим это государство, мы сможем решать, каким оно будет – там, социалистическим, капиталистическим. Даже худший для меня вариант – это государство с ортодоксальной, так сказать, идеологией, где меня заставят кушать фаршированную рыбу, которую я терпеть не могу. Даже оно для меня хорошо, но давайте сначала решим, что мы построим государство, а уже потом будем говорить там, социалистическое, капиталистическое или религиозное. Но если бы изначально не было такой мобилизации ресурсов, которые могли представить себе только коллективистские идеологии, то не было бы государства. Что произошло в Израиле? В Израиле до того, как возникло государство, возникло гражданское общество. Опять-таки, это особенность Израиля. Обычно до того, как возникает этот… Ну, сначала возникает государство, потом в государстве возникают города, потом в городах возникает гражданское общество. В Израиле гражданское общество возникло до городов, породило города и потом породило государство. Я, честно говоря, думал, что вы скажете, что гражданское общество в Израиле возникло во время выхода из Египта за эти 40 лет. Не, ну смотрите, началась миграция из России, она началась в 1881 году, с момента, когда в России начались погромы, после смерти, после убийства Александра Второго, как известно, среди убийц не было еврейки, но была еврейка Гесси Гельфман, хозяйка квартиры, из которой ушли убийцы. Понятное дело, что царские правительства, полиция решили, что свалить вино на евреев, это достаточно умно будет, и погромы тоже хорошая вещь. Как говорил Александр Третий, я, честно, не возражаю против евреевских погромов, но когда начались еврейские погромы, опять-таки перенаселенность гетто, то границу прорывают, большой поток устремляется в Европу, а дальше в Америку, и совсем маленькая струйка постепенно начинает устремляться в Израиль. Но эти люди, они создавали вот это свое кооперативное движение. Это были и кибуцы, это были кооперативы в городах, это были другие вещи. Опять-таки, в тот момент, когда было объявлено о создании государства Израиль, Израиль оказался сильнее, чем свои арабские соседи, которыми помогали и другие арабы, и Британская империя. Британская империя в первый момент помогала арабам, а не евреям в 1948 году. Израиль оказался сильнее не только благодаря тому, что ему помогала социалистическая Европа, и товарищ Сталин, тоже известно, да? А он оказался прежде всего сильнее, потому что у него уже существовали структуры, которые структурировали коллективистское общество. Это был просоюзский стадруд, который сам же был хозяином предприятия. Это были кибуцы, это была, опять-таки, система, больничная система уже существовавшая. Это был уже существовавший Хеврат Хашмаль. Опять-таки, Хеврат Хашмаль, электрическая компания Израиля, она была создана не для того, чтобы приносить прибыль изначально. А Хеврат Хашмаль, электрическая компания Израиля, когда ее создает человек, который в Израиле известен под именем Пинхас Рутенберг, а в России под именем Петр Рутенберг, в России он больше всего известен как человек, который во время демонстрации 1905 года спас Папа Гапона, а потом узнав, что он провокатор, организовал его казнь. Так вот, когда Петр Рутенберг основывает в Израиле электрическую компанию, он пишет, что его цель не прибыль. У него сверхзадача, чтобы на основе этой электрической компании была создана промышленность Израиля. То есть, это не коммерческое предприятие. То есть, социализм плюс электрификация всей страны, мы это где-то слышали. Да, это система образующая вот такая электрическая вещь. И понятное дело, что именно поэтому рабочее движение играло главную роль. Оно создавало Израиль до возникновения, и оно руководило Израилем первые 30 лет после возникновения страны. 29, если точнее. 29 лет. Так что же произошло? Почему все-таки светлое будущее так и не наступило? Я просто, если позволите, сделаю одно замечание про Рутенберга. Я хочу сказать, что в Петербурге, в Петрограде тогда, 17-го года, в октябре месяце, по старому стилю, в ноябре, по новому, 7-го ноября, столкнулись два еврея. Один из них был Пинхас Рутенберг, Петр Рутенберг, а другой Лев Троцкий, Лейба Бронштейн. Один из них был от эсеров комендантом Петрограда и пытался спасти правительство Керенского и Зимний дворец, а другой из них пытался его захватить. Два еврея спугали между собой за будущее России. Так вот, России, конечно, очень не повезло, что победил Троцкий. А вот Израилю очень повезло, что победил Троцкий. Потому что в России победил Троцкий, Рутенберг уехал в Палестину и в Палестину основал эту электрическую компанию и так далее. А потом стал неформальным президентом Палестины, он был главой ВАД, то есть такой центральной комиссии. И когда во время этой комиссии кто-то сильно шумел, он говорил, тише, вы же знаете, на что я способен. Все, кто вспоминали его террористическую молодость, знали, на что он способен, да? Свои речи он писал русскими буквами на иврите, потому что у него были большие проблемы с написанием на иврите, он писал русскими буквами. Но именно они создали. А дальше, конечно, вот что же произошло, переходим к вопросу, что же произошло. А дальше произошли проблемы. Потому что очень трудно усидеть одной задницей на двух стульях. И общество, которое начало расти, там начало расти потребление и все остальное. Изначально уже внутри партии АВАДА, уже внутри тогда партии МАПАЙ, появились люди, которые шагнули в сторону приватизации и в сторону создания капиталистического рынка, более свободного рынка. И, прежде всего, главный капитализатор Израиля, это вообще самый лучший премьер-министр Израиля за всю историю. И самый, ну, вряд ли, когда кто-то будет спрашивать на улице, его вряд ли вспомнят. Это Леви Ишколь. Леви Ишколь, это человек, который... Давид, вы открыли мне глаза. Я считал, что лучший премьер-министр это Бениамин Натаньяу. Леви Ишколь, это человек, который перевел израильскую промышленность на капиталистические рейсы, первая вещь. А, с другой стороны, при нем была выиграна война, шестидневная война. И Израиль увеличил свою территорию, ну, контролируемую территорию во много-много раз. То есть, это редко бывает, чтобы за шесть дней страна стала контролировать территорию, которая гораздо больше, чем ее собственная. Вот. Но, так вот, произошли первые изменения. Дальше начали происходить вещи, что вот прежние рамки, рамки, которые задавались старым рабочим движением, они уже не соответствовали потребностям страны. Первая вещь, это, безусловно, ну, вот, капиталистические процессы и необходимость уйти от этих старых социалистических рамок. Но была и вторая вещь, это так называемые выходцы с Востока. Вот эти выходцы с Востока, они были по-своему тоже социалистами. Они считали, что им тоже должны дать и поделить. И, вот, если там, допустим, есть фильм, такой фильм, Ликут, да, когда показывали, что говорили люди, почему сифарские низы, они пошли в Ликут. Они говорили, вот, мы приехали, вот, там, вот, они живут рядом с нами, у них есть цветной телевизор, а ни у кого из наших нету цветного телевизора. Ведь это же несправедливо. Он врач, у него есть цветной телевизор, а я, там, вот, это подметаю, там, или, там, что-то, этот, работаю на стройке, или еще что-то, у меня цветного телевизора нет. Это же несправедливо. Вот. И должны быть. Ну, и было, было, постоянно возникали какие-то мифы о том, что ашкиназы, они поисследуют сифардов, они унижают сифардов и так далее. И вот именно на этом... Такие мифы живы до сих пор? Ну, да. В удобную минуту, особенно в период политических баталий, тут же включается вот эта тема угнетения сифардов, и, значит, она очень активно используется. Перед выборами работает железно, каждый год. При этом сами сифарды, они не прочь, чем использовать какие-то свои российские аргументы. Но сегодня этот тунисский, ну, раввин выходить из Туниса, Мазус, он выступил с тем, что он посчитал по гематрии количество, этот, букв в слове Либерман, и пришел к выводу, что он равняется слову Сатан, Сатана, и понял, что Либерман – это Сатана. И именно этим связано все плохое. И он сказал, зачем он вообще приехал из России, пусть убирается в свою Россию. Он, правда, из России приехал, но неважно. Ну, а для выходца из Туниса Молдавия – это чистая Россия, ну, что вы. Вот, но эти настроения впервые были использованы против рабочего движения, и Ликут смог их оседлать. И именно это, ну, плюс там поражение, ну, то есть не поражение, а неудача в войне судного дня, которая для Израиля оказалась самой победоносной. Вообще, все войны Израиля, все победоносные войны Израиля, Израиль выиграл под руководством мегалюбивой партии Абада. Все. А отдавал всех итогов Израиль только под руководством ястребиной партии Ликута. Это такой парадокс. Что называется невегноклейка. Но в 77-й год Абада проигрывает выборы, в 81-м она пытается взять реванш, и вот тогда происходит событие, которое очень сильно изменило политику Израиля. Но произошло за три дня до выбора. Был большой митинг на площади царя Израиля, и ведущим митинга был такой шоумен Дуду Топас. И Дуду Топас, выступая, видя вот эту толпу, телевизорскую элиту, которая пришла на этот митинг, и он сказал, что тут лучшие сыны Израиля. Тут нету таких, которые служат в вспомогательных частях. Да? Нету таких, которые... Тут нету чачках им. Что такое чачках? Это на ивритик, чистить обувь, это ли цахцеах. А марокканцы, которые работали чистильщиками, они не могли бы говорить це, и они говорили, ли чах-чах, почистить обувь. То есть тут нету вот этих вот чистильщиков обуви. Тут самые лучшие сыны Израиля. И на следующий день, когда митинг проводил этот Минахин Бегин, то он выступил и сказал, что вы не чахчики, вы лучшие сыны Израиля. Вы, я, мы вместе. Ну и эта речь, конечно, вызвала большой эффект. И переиграл, говорит, от ГПР. И благодаря этому Ликуд получил на один мандат больше, у коалиции Ликуда оказалось больше. И уже, значит, после выборов в первые часы объявили о победе Шимана Переса и партии Абада. Но пока Шиман Перес говорил с трибуны свою победную речь, результаты переменились. И оказалось, что выиграл Ликуд, и победно вошел Минахин Бегин, который сказал, ну вот, Бегин поцеловал Рабина. Теперь ему придется забрать свой поцелуй назад. Вот. И вообще с определенного момента, с середины 70-х, начинается крушение рабочего движения. Я все-таки напомню вам, в 74-м году партия Абада брала 52 мандата. И вообще она очень часто до 77-го года брала больше 50 мандатов. После 80-х годов и Ликуд, и Абада уже брали, ну, кто-то больше, но больше 40. А после 90-х годов большие партии никогда не брали уже больше 30 мандатов. В последний раз самое большое количество мандатов партии было у Ликуда 38 мандатов в 2003 году при Алике Шароне. Давид, вот только ли национальная составляющая сыграла злую шутку с революционерами и рабочим движением? Или все-таки была еще другая составляющая, которая все-таки демонстрирует всему миру, что капиталистический путь развития хозяйства, как правило, более эффективный? Конечно, и это тоже. Но тут вещь в том, что они-то сами социалистами давно перестали быть. Понимаете, начиная где-то с таких лидеров, как Шима ЛПРС, Ицк Крабин и так далее. Эта партия перестала быть социалистической. Давид, а где сейчас есть социалистические? Все социалистические партии в мире, они уже давным-давно не социалистические. То есть там социализм такой весьма условный. По крайней мере, не тот, которому нас учили. Но понятно, что этот самый лучший социализм – это скандинавский, но скандинавская социал-демократия, она не имеет ничего общего ни с КПСС, ни вообще с рабочими партиями человека. Дело в том, что одна из вещей, которая вообще произошла в современном мире, сильнейшим образом уменьшилось пропорциональное количество рабочих в обществе. Все-таки давайте думать, в начале 20 века, вот этот пик этих рабочих партий, всегда середины века, да, это рабочий составляет иногда 40, иногда 50, иногда 70% в обществе. Это огромнейший класс. Они действительно, рабочие могут все, они главный класс общества. А сегодня во многих обществах западного типа рабочих составляет 9%, 8%, иногда максимум 15%. Именно из-за технологической революции количество рабочих уменьшилось. На сегодняшний день главный класс – это обслуживающий. Давид, ну и вообще Израиль испокон века, как говорил один мой хороший знакомый экономист, это не страна пролетариата, а страна мелких лавочников. Да, но изначально, если бы Израиль был страной мелких лавочников, Израиль бы не смог осуществиться. Израиль изначально смог осуществиться, потому что он был страной рабочего класса и кибуцов. И кибуцы, и рабочий класс позволяли проводить вот эту вот массовую мобилизацию. А местные лавочники не позволяют проводить массовую мобилизацию, извините, ему надо лавочку закрыть. А в кибуце нет проблем отправить 20 пацанов в армию на бой, окей? Нету. Поэтому тут для кибуца легче жить в обществе, нуждающемся в мобилизации, чем в обществе мелких лавочников. Израиль стал страной мелких лавочников, а не был. Ну, мелких лавочников, хай-тека и так далее. И дальше произошла следующая вещь. Партия АВАДА стала дрейфовать в сторону среднего класса, но при этом она не меняла свои лозунки, не меняла свои названия. По большому счету, она стала государством совершенно другого типа, должна была быть уже совершенно другой партии. Фактически, более бедные голосовали за Ликут, более богатые голосовали за АВАДУ. А АВАДА как-то запутала в собственной идеологической принадлежности. Она не объявила себя партией среднего класса, партией либеральной, партией чего-либо другого. И когда там, допустим, одним из лидеров воды был, а потом ушел и потом снова вернулся и дважды возглавлял партию Амир Перец, когда он выступал и говорил, вот, говорят, государство хайтык, а какой хайтык, у нас большая часть народа не работает в хайтыке, у нас надо спасать ткацкую промышленность, надо давать им и так далее. А ткацкую промышленность Израиля спасти было нельзя, потому что в соседней Ордании труд гораздо дешевле. И как бы ты ни делал, ткацкая промышленность Израиля будет более рентабельна, чем ткацкая промышленность Израиля. А тем более уже Китая и других заповосточных цифров, где просто намного ниже зарплата, намного выше технология. В результате по старому методу ткацкую промышленность не спасти. И ты видел, что это вот какая-то риторика динозавров, с одной стороны, а с другой стороны, понимаете, а вода начала мимикрировать, она пыталась все время выдать себя не за то, чем она является по-настоящему. То есть она пыталась все время казаться более правыми. Когда выступал этот, я не знаю, из как божий герцог, интеллектуал, все остальное, он кричал с трибуны, что наша задача, своим пескливым голосом, что наша задача вот быть, ну как быть, выдавать себя за более правых, чтобы за нас голосовали. Но я прошу прощения, избирателю совершенно не нужен второй ликут. У него уже есть один. Зачем ему голосовать за второй ликут? То же самое, такую же мимикрию пыталась понять, выдать и Шелий Химович. А вторая вещь, а вода все время пыталась, ну как-то привлечь к себе сефардов, считая, что это главная проблема, что сефарды, которых они потеряли в 81 году, именно из-за них, а вода не является такой народной партией. И в результате во воде раз за разом приходили к власти вот такие сефардские типажи, типа в лучшем случае Фуо, да, а в худшем случае двух последних Ави Габая и Амира Перец. И Ави Габая, который говорил, что вот моя семья никогда не голосовала за Аваду, именно поэтому лучше всего подходит. И вообще он повторил фразу, которую Натани Ягу сказал в 90-х, на ушко Равину Кадури. Тогда Натани Ягу сказал, левые забыли, как быть евреями. Но Натани Ягу сам это сказал только на ушко, и он не думал, что его в этот момент ловит камера. А Габай это сказал вслух. Он руководитель левой партии, говорит, левые забыли, как быть евреями. И он думает, что из-за этого за него проголосуют. В результате эта когда-то самая могущественная партия при Габае скатилась к шести мандатам, а премьера Переца стала еще меньше. С последним, знаешь, их было три мандата. Да, ведь, ну как говорится о покойниках, либо хорошо, либо ничего, поскольку партия Авода в принципе является уже практически политическим трупом, если не произойдет чудо. А как ты считаешь, все-таки нынешние выборы внесут какую-нибудь живительную струю и помогут реанимировать этот политический труп? Не знаю, мне кажется, что исчезновение Аводы из политической сцены будет иметь положительное действие. То есть понятно, что Аводу может кто-то спасти, объединившись с ней. Ну, допустим, если возникнет большой блок, там Авода, Мерес, Габай, я не знаю, Офик Шеллах, то они, конечно, могут пройти. Но Мерес может пройти и без них, и Кульдаи, скорее всего, может пройти и без них. И непонятно, зачем такое приобретение. Хотя у Аводы куча долгов, но у Аводы больше всего собственности. На нее записаны. И, кроме всего прочего, у них есть, не забываем, у них есть партийные ячейки на земле, на местах, в городах и так далее. То есть у них старая отработанная система партийного строительства, которую они годами выстраивали, десятилетиями. Но вот я не знаю, большинство наших зрителей об этом не знают. Я об этом скажу. А Вода, там, знаете, в Израиле практиковалась такая вещь, что люди, которые умирали, они завещали свою собственность какой-нибудь организации. Ну, например, больницам. А были огромное количество людей, которые завещали свою собственность партии Авода, переписывали на партию Авода. Поэтому там была куча недвижимости. Не знаю, сколько они уже распродали, сколько у них осталось. Но дело в том, что по закону, внутреннему закону партии Авода, эту недвижимость можно продать только в том случае, если партия прекратит существование. Пока партия существует, она может ее сдавать, она может что-то сделать, но она не может ее продавать. Поэтому вопрос, что будет, если партия не пройдет электоральный барьер, это еще и очень интересный финансовый вопрос. Но второй вопрос, если, наконец, партия Авода исчезнет, то вполне возможно, что в Израиле появится какая-то здоровая социал-демократическая левая, ну, напоминавшая больше, там, не знаю, скандинавских социал-демократов или, так сказать, социал-демократов из других европейских стран, которые будут более адекватными сегодняшними проблемами и не будут выглядеть динозаврами типа Амироперца и прочих товарищей, которые, ну, явно, смотрите, они не подходят публике Аводы. То есть традиционная публика Аводы, которая голосует за эти пациенты. Ну, то есть они остались в прошлом веке, это очевидно. И скорее всего... Скорее. Сегодня скорее проголосуют за правого Сара или правого Либермана, чем за этот Амироперца, который их просто, ну, отпугивает. Ну, если брать русскоязычную публику, то она уже очень давно, граждане Израиля, говорящие по-русски, очень давно за партию Авода практически не голосует. Там есть определенный очень низкий процент, который, в общем-то, приравнивается к статистической погрессности. Давид, спасибо большое. Я думаю, что после нынешних выборов мы узнаем, что станет с этой партией. А пока ждем, ждем очередных выборов, дорогие друзья. И делайте свой выбор, и делайте свои ставки. Программа «Черным побелом» подошла к концу. Я напоминаю, что мы беседовали с историком, политтехнологом Давидом Эдельманом. И я, Александр Гурарье, прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.